Всем привет! С вами Ирэн и у нас сегодня обзор индукционной плиты NRJ919EN. Техника она достаточно малогабаритная, бюджетная и соответственно занимает мало места. Вот так она выглядит. В основном, наверное, подходит для дачи. Также можно использовать ее на веранде очень удобную. Ну или в малогабаритных кухоньках. В принципе, внешний вид достаточно у нее нормальный, достаточно симпатичный. И по размеру тоже она вмещает у себя... То есть размер ее... Сейчас скажу точно. 38,2х31,5. То есть поверхность достаточно для большой сковороды, для большой кастрюли подходит. Что она собой представляет? 2 тысячи ватт у нее потребление мощности. Работает она от розетки. У нее есть возможность выбора именно режима приготовления. То есть можно поставить, выбрать, во-первых, мощность, что немаловажно, и выбрать также время. То есть есть режим кипячения молока. Не знаю, кто-то сейчас этим пользуется или нет, но тем не менее. Есть режим подогрева, кипячения, жарения, тушения. Собственно, в зависимости от выбора блюда, которое вы готовите, и можно выбрать его для этого блюда, температуру. Как, например... 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 Здесь такая книжечка, это на этой плитке. Что здесь пишут? То есть, например, режим тушения. Предполагает ручной выбор мощности от 200 до 2000 ватт. То есть тут есть кнопочки плюсик и минусик. То есть плюс прибавляет энергию определенную, сколько нужно. И, допустим, на режиме тушения можно выбрать 2000, то есть это самая мощная температура. И диапазон времени от минуты до трех часов. То есть, соответственно, если это тушится... Не знаю, что можно готовить три часа, но не важно. Допустим... Вы приготовите мясное какое-то блюдо и ставите максимальную температуру. Если это... Может быть, вы яичницу жарите, то, соответственно, там режима 1000 ватт будет достаточно. Про посуду... Ну, сейчас уже всем известно, что проверяется посуда, которая подходит магнитикам, или... Сейчас уже на всех посудах пишут, подходит она для индукционных плит или нет. То есть в этом, я думаю, проблем не возникает. Что... Какие еще у нее есть плюсы у этой плиты? Из плюсов. Ну, опять же, то есть удобно ее протирать. Это стеклокерамика. То, что... У нее есть таймер, выбор мощности. И также, я думаю, в плюс можно добавить то, что у нее есть режим автовыключения. То есть, если, предположим, какой-то предмет, в нее положили, ну, допустим, нечаянно, то этот предмет, когда нагреется, автоматически плитка отключится. То есть, защита от пожара достаточно такая серьезная. Потом, если посуда пустая, на ней тоже стоит, она же начнет сразу нагреваться, но она отключится, если до определенной температуры нагреется, там, та же самая кастрюля, да, и она отключится. Это тоже большой плюс для такой плиты. Но, опять же, все равно, не стоит ее ставить вблизи с какой-то другой техникой, и на нее что-то ставить тоже нельзя. То есть, она сразу начинает нагревать поверхность этого предмета. Ну, и, соответственно, ставить на нее нужно уже непосредственно с какой-то пищей и уже готовить непосредственно. Я думаю, из плюсов это все, минусов пока не обнаружено. Ее напряжение плитки 220-240, частота 50-60 Гц, мощная 2000 Вт, как я уже говорила. Опять же, повторюсь про ее параметры 235 на 235. Ну, и срок ее службы, как указывает производитель, изготовленного она в Китае, обещают 3 года. Ну, я думаю, как раз за 3 года она придет в ней и будет вместе. Ну, я думаю, все. Больше... Что еще можно сказать об этой плитке? Я думаю, как вариант временной плиты или как дачной плиты. Это вполне себе такой нормальный вариант. Поэтому, кто думает и выбирает, какую плитку приобрести, выбор сейчас достаточно большой. Эта плитка вполне себе ничего так. Вот она такая с обратной стороны, у нее есть вентилятор и вот такой вот достаточно длинный шнур для питания. Ставить ее нельзя на железный какой-то столб, то есть только на пластиковую или деревенную поверхность. Вот. Ну, это как любой электрокребор, нужно соблюдать технику безопасности. Ну, а я с вами прощаюсь, желаю всем здоровья, добра, берегите себя, всем всего доброго. Пока-пока.